Всем привет! С вами Ноточка и сегодня у нас вкусное видео, так что не буду долго томить. Погнали! Мне кажется, не существует людей, которые просто не любят мороженое. Если я ошибаюсь, исправьте меня, напишите в комментариях. Поэтому я посидела и подумала, почему бы не сделать самое вкусное мороженое. Да-да, именно из Киндера, Сникерса, Марса, Твикса, ведь это всеми любимые батончики. Поэтому предлагаю долго не томить, у меня уже слинки текут просто, и начинай! Погнали! Все, что нам понадобится, это всего лишь два ингредиента. Собственно, батончики, любыми на ваш вкус, тут выбирайте сами, и сливки. Чем жирнее, тем лучше. Жалко, что в жизни так не работают. Поэтому у меня 33-процентные. И да, есть еще один очень главный инструмент, без которого, ну, вообще ничего как бы и не получится. Это молоток! У меня для отбивных, вы можете брать любой, вплоть до скалки. Я подумала, что это более гуманно будет для них. Блин, мне жалко, если честно. Я в жизни никогда вот так вот сидела молотком, батончики не делала. Открылся, ел и все. Начнем, я думаю, с более... С Марса, потому что там нет орехов, я думаю, это будет вот прям быстренько, хорошо и нормально. Погнали! Тут главное... Пристолет выше или выше. Короче, погнали! Я думала, это будет... Я думала, реально, он посфигачит жужечка, не злись. Может его просто помять, слушайте? Может инструменты и отпадет в данном случае. Он просто может лопнуть. Он такой мягенький стал. Короче, ну, все-таки отбивнушечку из Марса сделать. Если честно, из всех, мне кажется, будет самый вкусный или Буэна, или Марс. Поэтому, кто угадает, правильно пишите свой ответ в комментариях. У кого будет он мягкий, тому отвечу лично. Мне кажется, время пришло. Магин. Берем стаканчик, дабы сразу вот так вот будем их замораживать. Отрезаем. Такой вот. Какой аромат. Батончик, стаканчик и фигачим туда сливки. Реально похоже на мороженое. И в таком вот виде кладем замораживание. Ким-да. Во-первых, он мягенький будет, и не будет сложно. Не будет сложно его расфигачить. Погнали. Жур. Блин, это реально кощунство. Мне кажется, вот этот должен быть супер-супер. Эпик фейл. Второй эпик фейл. Тут можно сделать два мороженого. Нет, нельзя. Ну кто же знал, что они внутри в пакетике? А я сейчас возьму, просто его вытрушу туда. И все. И все. Йоу, мама инженер. Чуть-чуть меньше он будет по размеру. Опа. Но можно пакетик обрезать точно. Сейчас так и сделаем. Чтобы палочка моя там не утонула. Разнообразные. Жужа, ты тоже представляешь. Киндер готов? Идем на Твикс. От Твиксу тут точно они не запакованы. По крайней мере, раньше были. Охо-муха. Да, все знают про мою особенность. Кто не знает, кто не знает. Уберет, как пироган. Знаете, такие должны батончики продавать, как некондицию. Которую я сейчас вижу. И наручно уничтожаю. Охо-муха-муха. Протекло чуть-чуть. Расфигачила. Ничего. Замерзнет и так. Есть. Так, всех я, наверное, люблю больше всего. Сникер стыки. А вы? Мой молоточек его профигачил. В общем, я нашла выход из ситуации. Я просто пересыпала сникерс в другой пакетик. Сделала наклеечку. И все в силе. Просто мороженка у нас теперь будет немного такое. Знаете, а-ля. Прямоугольничек. Если не квадратик. Поэтому все. По-прежнему в стаканчик заливаем сливками. Зато тут видно. Можно лицезреть. Все это картину. И по-прежнему вставляем палочку. Если вам вдруг показалось, что это палочка от суши. Вы знаете, вам не показалось, да? Это палочка от суши. Тут тоже какие-то микро-траблики. Итак, все. Вот это вот мы быстренько помещаем в холодильник. И ждем. Два-три часа. Ну что, вот и прошли у нас целые сутки. Мороженое заморозилось. У меня произошел трабл. И я думала, видео, короче, не включилась в камеру. Так, и я открыла. Марс. Твикс. Баунти и Сникерс. Предлагаю теперь все это. Ах, он очень много. Шоколад. Ну, дабы оно было прям презентабельно-презентабельно. И дегустировать. Шоколад будем брать белый. Только такой просто у меня остался дома. А, наполовинку будет. Блин. Оно еще и замерзать начинает. Ну, как бы так, знаете. Наполовинку в шоколаде. Бима. Тубины можно. И то хорошо. Вот этот попробуем сделать. Вау. Двояка, двояка. Вот этот должен прям быть в шоколаде. Хоть один. Полностью. Но нет. Шоколад за мной. Отправляем вот этим в холодильник. Так вот, раз. И два. Два. Все. Наше мороженое подзамерзло. Честно, у меня тут дилемка получилась. Я не знаю, где из них Марс, а где из них Твикс. На вид? Ну, да, соглашусь. Можно было бы сделать немножечко аккуратнее, немножко красивее. Но с шоколадом какие-то траблы? Честно, главное, чтобы было вкусно. А на вид? То такое себе. В идеале, если вы будете вдруг захотите повторить. И оно реально того стоит. Третье молочный шоколад сразу не белый и не паристый. У меня был паристый. Возможно, в этом проблема. Он не так у меня растопился, не так замерз. Поэтому вот так. Ну что, предлагаю начать с вот этого. Сейчас все пахнет шоколадом. Мне кажется, это Марс. Потому что он вкрапление. Я вижу вкрапление ноги. Короче. Это реально. Как будто ешь. Чисто батончик Марс. Но он в виде мороженого. Мне нравится. Вот Марс зашел. Пробуем Твикс. Но этот не такой сладкий. Мне не нравится вот это печенье. Я просто мороженое с печеньем не люблю. Ну такое рыхловатое на вкус. Но. Однозначно. Это вкусно. Больше всего у меня надежда на буэно. Так что продюсерами его. Тут есть некая вот эта вот рыхловатость из-за печенья. Но оно вкусно. Ну реально вкусно. И сникерс. Честно, у меня такое ощущение. Или же тут оболочка из сливок. А он внутри. И я его не укушу. Потому что оно выглядит как будто тут сникерса нет. Он не кусается. Так как я и говорила, да. Снаружи оболочка из сливок. А внутри сникерс. Честно, сникерс он не пропитался никак. Так, но в этом тоже есть некая изюминка. Блин, его не раскусишь. Нет. Вот это нет. Итак, если брать по десятибалльной шкале. Баунти. Однозначно 11. Сникерс. Но для меня 3. Я не очень понимаю, когда в середине начинка, сверху мороженое. Ну, в общем, и сильно твердая она. Для меня нет. Где-то 3. Твикс. Ну, ну, Твикс пусть будет 6-7. Кто любит с печеньем, да, вполне может быть. Для меня рыхловато. Но и Марс где-то 7-8. 8. Он вкусный? Ну, он сладкий из-за очень большого количества шоколада. Пишите в комментариях, с каким батончиком вы пробовали. Пробовали ли вообще? Возможно, с каким-то есть нереально вкусно. Я обязательно почитаю. Если понравилось это видео, жду от вас пальчики вверх. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И если понравился такой жанр, чирканите мне об этом. Я буду знать и обязательно сниму вторую часть. Ну, а пока. Всем пока и целую.